Володя согласился проехать к морю, но только в одно место. Направо к Козылбалыку, но на дикий пляж. Раньше здесь были сплошные степи, справа и слева. Сейчас все застраивается, осваивается. И, кстати, вот отсюда уже начинались бахчи. Большие-большие знаменитые глубокие зыринские бахчи, в которых росли арбузы. Я у Володи спросила технологию выращивания арбузов. Кстати, вон вдалеке они еще остались. Видите, видны котлова. Волода, можно я потом или там выйдем, около моря? Ну, не будет вдоль дороги. Да. Я хочу выйти и вот именно в бахчу вам показать. Бахчу. Вот. И Володя раньше еще, в то время, когда эти бахчи функционировали, здесь стоял такой вот навес, и на нем дедушка сидел, скрываясь от солнца. И перед ним была горка арбузов, и он продавал. А моему маленькому сыну он дарил маленькие арбузы. Еще были такие у нас времена. И Володя тогда тоже очень сильно увлекался выращиванием арбузов и спросил, как же выращиваются эти арбузы. Вот. И, значит, оказалось, что при посадке семечка действительно наливалось какое-то количество воды в лунку. Ну, и все. Дальнейшая уже жизнь арбузика протекала неполивная. Он доходил до воды корнями, до морской, потому что для арбуза морская вода – это не помеха. И были вот такие неполивные арбузные бахчи. И, кстати, и тыквы также выращивались. Тыквы так не выращивались. Ну, тыквы тоже здесь были. Вот, смотри, которая засыпалась. Сейчас, секундочку, я выйду. Вот что сделала. Вот он там собака. Это бывшая бахча. Бывшая бахча. Естественно, что бросается мусор. Вот такие очень глубокие, достаточно глубокие котлованы. Это мусор. Не обращайте внимания на мусор. Все это будет потом засыпано, будет чисто. И даже хочется, чтобы поскорее все было освоено. Вот, буквально через каждые 50 метров. Видите, глубокие-глубокие котлованы. Кстати, вот они поросшие таким другом. Как бы, пустиками. Вот такие были бахчи. Поэтому и такие курганы. Это бывшая вынутая земля из бахчи. Пусть по левую сторону тоже. То есть, курган говорит о том, что рядом бахча. Вот, постепенно они засыпаются. И что-то закупается земля, и все осваивается. Вот бахча. И вот так вдоль всего вот этого побережья. Вдоль всего побережья вот такие бахчи. Это все были знаменитые зыринские арбузы. Знаменитые на весь мир своей сладостью. Да, огромные. Огромные. Это все бахчи. Арбузы были очень сладкие. И, вы знаете, мне еще кажется, что именно зыринский климат, вот эта особенность расположения, окруженность со всех сторон морем, она создавала какой-то особый климатический, не карман, скажем так, а район, где вырастающие культуры приобретали особый вкус. В том числе и зыринские помидоры. Я не знаю, были ли раньше теплицы, но не могу точно сказать. Сейчас таких помидоров нет. Осталось название зыринские помидоры, но уже сорта выращиваются совсем другие. Поэтому зыринские помидоры мы уже и забыли, какой у них вкус. Сейчас мы свернем на дикий пляж. И я посмотрю, и расскажу, и покажу, осталась ли там какая-то действительно дикая растительность, которая раньше в большом количестве росла вдоль моря. Раньше вдоль моря было много вот таких болотец. Болотец, поросших осокой, камышом, осокой. Вот так. Где было множество всяких живностей. Вот эти морские ужи курсировали между болотцем. А вот сажают здесь басы. Видите, в одном месте вырубают, в другом месте сажают. Замечательно. Ужи морские курсировали между болотцем и морем. Их было очень много. Толстые, огромные змеи. Самых разнообразных окрасок. Было много разной птицы. Вот такой вот морской. Кулички. Такой морской болотный. Кулички. Фиг, закрыли. Сейчас посмотрим, подождите. Вот заложен вход на пляж. Ничего, зато я должна убедиться и снять все это. Значит, вот здесь у нас... А, Володя, а вон вход. Давай, давай, давай. Вон он. Володя сразу утрирует ситуацию. Ничего не закрыли. Поворачиваем. Все здесь хорошая дорога. И мы сейчас проедем к морю. Значит, слева была все дикая степь. Сейчас ее, видите, уже облагородили и посадили маслины. Конечно, раньше здесь тоже было много обширонских черепах. Я бы, Володя, уже вышла и вот поснимала. Можно я выйду? Одну секундочку. Все, мы выгрузились. Здесь был дикий... Дикое было побережье. Полное мусора. Полное всего. Сейчас тут территория, обратите внимание, очищена. Вон даже такие вот выставленные грибочки. Собак решили выпустить. Володя будет следить, чтобы не появились бездомные собаки. В той стороне, за этой эстакадой, наш газелбалык. Культурная зона отдыха. Прекрасный чистый пляж. А эти территории, видите, они уже приватизированы, но еще полностью не особо. Кусочек нашел. Сейчас посмотрим, какая температура воды. Видите, вот еды собак. Среди собаки есть. Нет. Опасно. Следы крупные. Вот так следи, Володя, вот так, чтобы не появились. Тут следы есть собаки. Видишь, какие большие следы. Так, сейчас попросим Володю, чтобы он меня снял. Друзья, добрый день. Сейчас я попробую воду. Посмотрю, холодную, не холодную. Водох уже теплый. Так. Ну, хорошая вода. Видите, даже нормальная. Не ледяная, хорошая. Вода хорошая. Володя, спасибо за учет. Нет, сейчас мы еще погуляем. Сейчас я пройду вот к тем кустам. И это как бы оставшиеся аборигены. Здесь какой глубокий песок, как бы мы тут не сели. Будем надеяться на Володя на мастерство водительское. Я бы точно села, как я однажды и сделала. Это был ужас. Меня вытаскивали всем пляжем. Идем. Даже сел не один раз, а два. Итак, что у нас тут есть из растительности? Остатки. Это уже остатки, потому что уже ничего нет. Вот я говорила про... Почему-то они так все засыпали. Ну, конечно, их же засыпали. Тут, видимо, навезли песок. Потому что вот эти вот ушки, они всегда бывают не скрючены, как сейчас. Вот эти ушки. А может быть, они после зимы. Они даже все засохшие. О, они все засохли. Потому что их завалили, наверное. Пойду-ка я сейчас вон там посмотрю. Вон туда сейчас ходим. Вон туда. Посмотрим. Вот такие кусты. А может быть, они после зимы. Вот видите, он уже отходит, как бы, позеленел. Вот такие у нас кусты. Вот такие ушки. Прохотистые. Ну и, пожалуй, все. Больше здесь ничего и нет. Вот там тоже такие же кусты. Дрока тут не видать. Он был в этих котлованах, в бахчах. Потому что там, видимо, более влажно. Там пробивается, вода проходит. И все-таки, наверное, эти маленькие друйки любят воду. Все. Что вот радует? Меня радует то, что здесь нет мусора. Эти кульки отдельные, это просто от ветра. Раньше здесь было очень много мусора. Сейчас хорошо, чистенько. И вы знаете, что хочу сказать? Вот это побережье, что бы здесь ни строили, что бы ни делали. Здесь очень чистое море. Оно остается чистым всегда. Вот. Очень чистое море, прекрасное дно. Здесь купаться одно удовольствие. Вода прозрачная. Не сравнишь с цветом воды на Шиховском побережье. Вот. Так хорошо, здорово. Знаете, как хорошо? Совсем не холодно. Прекрасно. А песенка раздается с жаворонка. Слышно? Между небом и землей жаворонок мьется. Нет, неправильно. Между небом и землей песня... Нет, забыла. Песня раздается. Вот по другу с вами. Забыла, вдруг слова неожиданно. Вот такая прозрачная вода. Нельзя. Так, аку. Напоследок, звук ходьбы по ракушкам. У вас хрустит снег, а у нас хрустит ракушка. Давайте ракушечку поднимем. Вот они, наши космические ракушечки. Ну все, на этом мы закончим вот эту нашу прогулку. Возвращаемся на дачу. Будем игрушать цветы. Володя будет сажать и ждать своих друзей. Обсуждать матч хоккейный. Пока. До новых встреч, друзья. Пока. Пока. Вот еще красиво. Посмотрите, морская трава вот такими кружевами. Это бывший прибой и нанес траву. И вот такими красивыми сухая морская трава. Вот она, смотрите. Ай, красиво. Она пахнет йодом, морем пахнет. Ну все, выехали. Спасибо, Володя, молодец. Теперь две ведущие. Давай. И снимаем с пониженной, чем на драйвер. Как ты успел, а я не знаю. Нормально. Какие дикие. Володя, приближайся, Володя. Как они друг перед другом красуются. Как он распустил свои перышки. Боже мой. Володя, давай, езжай, Володя. Сейчас мы их снимаем. Володя, проезжай потихоньку. Давай. Да-да-да-да-да, красавчики, красавчики. Че? А вот две девочки сидят. И они перед ними, видите как. Да-да-да. Видите, какая вот. Весеннее отношение индюков. Да-да-да. Ой-ой-ой. Да-да-да. Ой-ой-ой.